Друзья, вот мы и добрались до финального шестого урока, в котором мы узнаем, как смонтировать и немножечко поработать со звуком в нашей истории. Сейчас мы живем в мире, где очень легко можно найти источники информации о том, как получить поддержку, о том, что вообще такое буллинг и о том, что это не очень хорошо. Это важно, потому что мы знаем теперь с вами, что буллинг и травля боится огласки, что эту болезнь можно вылечить, если начать об этом говорить, если заметить, что кому-то целенаправленно делает плохо очень много людей и попытаться остановить это тем, что вы не будете игнорировать происходящее. Возможно, ваша история тоже кому-то поможет понять, что он не один. Возможно, кто-то ее посмотрит и вдохновится. Или в конце концов, кто-то, кому сейчас очень грустно и больно и обидно, посмотрит ее и почувствует себя не так одиноко, и почувствует себя получше. Говорить в искусстве о таких волнующих социальных темах очень важно, потому что это действительно помогает излечиться не только маленькому коллективу в классе, но и всему обществу. Нам всем становится лучше жить, когда искусство несет в себе что-то доброе и прекрасное. Не буду много говорить, потому что нам пора монтировать наши фильмы. Давайте поскорее это сделаем, чтобы показать их всем-всем-всем. Главное, что нам с вами нужно на этом уроке узнать, это как превращать последовательность фотографий в вашем телефоне в маленький видеофайл, а еще по возможности добавлять туда звук. Есть музыка, есть внутрикадровые шумы, есть голоса и реплики, есть специальные шумы, которые позволяют озвучить какие-то волшебные вещи, которые происходят. Есть закадровый голос, например, который дополняет историю и показывает течение сюжета. Это, конечно же, отдельная тема для истории. Я думаю, что нам с вами, как начинающим режиссером-мультипликатором, сейчас достаточно будет просто посмотреть, как в программе кукольная мультипликация или StopMotion Studio мы можем добавлять какие-либо звуки. Там эта функция бесплатная. И научимся превращать набор фотографий, анимацию, в файлик, который вы можете отправить, например, нам, чтобы мы его посмотрели, или на какой-нибудь фестиваль, а может быть, показать своим друзьям и вообще поделиться этим роликом, например, у себя в соцсетях. И вот тут встает вопрос, а кто же автор этого фильма? Профессиональные кинематографисты обязательно используют титры в своих фильмах для того, чтобы показать, кто этот фильм сделал, какие люди там работали и вообще, кто автор. Вы тоже можете написать в конце своего фильма свое имя или псевдоним, поблагодарить кого-то, кто вам помогал его делать, записать свою подругу как художницу, а своего друга как оператора, который помогал вам нажимать на кнопочку, например. Я вам покажу способ, при помощи которого можно сделать эти титры. Мы прикрепляем пустой лист бумаги, снимаем сначала белый лист. Я напишу автор фильма, пишу букву А. Дальше пишу букву В. Вы можете использовать фломастеры разного цвета, например, и каждую буковку в каком-то определенном стиле. Вы можете вырезать буквы из журналов, например, и выложить их покадрово. Итак, я написала автор фильма, и дальше я возьму другой цвет и напишу свое имя. Третья буква Н снимаю, а вот дальше букву Я я хочу нарисовать последовательно полукруг и на хвостик оставлю три фазочки. Очень важно иногда заранее порепетировать, чтобы у вас уместились все буквы на экране точно, потому что часто начинаешь писать, и очень обидно, когда ты в конце все почти дописал, а у тебя оп, и по какой-то причине буквки не врезали, приходится заново. И вот тоже я написала последовательно все буковки, а буковку А по частям. Сначала одну палочку, потом другую и три фазочки на финал. Вы можете украсить это все какими-то рисунками или какими-то еще штуками, тоже вот так вот постепенно снимаем. Давайте посмотрим, что получилось. Оп! Мы видим, что как бы буквы сами пишутся у нас на экране. А вот теперь начинается еще один этап. Когда я уже подписала фильм, моя задача смонтировать ролик, который у меня получился. Я уже рассказывала то, что если мы выходим в режим тайм-линии, то мы видим внизу вот такую вот беговую дорожку со всей со всеми, со всеми нашими кадрами. И что мы эти кадры можем удалять, растягивать и всячески ими манипулировать. Вот. То есть я могу взять последний кадрик, например, который я сняла, нажать на него и нажать пауза. И тогда у меня будет пауза, допустим, на на 12 кадров где-то. 12 кадров ровно столько нам нужно, чтобы хотя бы задержалось внимание на титре, чтобы мы его хоть чуть-чуть успели ну как бы зафиксировать взглядом. Мы наснимали кучу, кучу, кучу всего. И вам важно понять, что важно не только снимать как вот это шевелящееся движение, но и давать паузы, чтобы зритель привык к тому, что происходит на экране, чтобы для него все это было не слишком резким. Я дам сейчас небольшую паузу в начале, совсем крошечную, где-то кадры на 3. Готово. Девочка машет рукой. Здесь вот пауза не нужна, наоборот. То есть лишние паузы тоже плохо. Здесь как раз хорошо между первой и второй сценкой, чтобы было движение на подхвате как бы между двумя кадрами. А вот тут вот мне бы очень сильно хотелось, чтобы этот плащик поразвивался как можно дольше. Снова нажимаю пальцем на этот кадрик и пишу выберите. И захватываю три кадра. Вот у меня ровно эти три кадра. Их хватит для того, чтобы сделать так называемый цикл в анимации. То есть я эти три кадра могу повторить несколько раз. Нажимаю на эти кадры, которые стали синенькими и пишу копировать. Дальше нажимаю снова на этот кадр и пишу вставить. И у меня эти три кадра вставляются после выбранного кадра. Снова могу нажать вставить и у меня оп, все работает. Допустим, я нажала еще раз вставить и нажала не туда, по ошибке. Вот сюда вот случайно у меня промоталось и я нажала вставить. Ой, неприятность. В правом углу есть кнопочка отмены последнего действия. И я могу это сделать. Раньше для того, чтобы монтировать, нужно было брать метры, пленки и резать ножницами. И такая операция была бы очень болезненной. А сейчас мы с вами можем делать очень много всего просто пальцем в телефоне. Это здорово, когда мы можем использовать прогресс во благо. Мне бы хотелось, чтобы зритель успел прочитать, что написано в бабле. Поэтому я беру, нажимаю на кадр, который мне хочется выбрать. Пишу выберите. Выделяю столько кадров, сколько мне нужно для того, чтобы образовался цикл. Это минимум три. Нажимаю копировать. Снова нажимаю на кадр, после которого я хочу вставить эти кадрики и пишу вставить. И вот, пожалуйста, у меня уже появился такой приятный цикл движения. То есть все зритель успеет прочитать и все зритель успеет понять. Можно даже вот здесь вот еще тоже попробовать поставить паузу небольшую, когда рука схватила девочку, чуть-чуть зафиксировать, но паузу такую крошечную, кадрика на три. Когда вы это сделали, вы можете также проверить, как это выглядит, сразу нажав на play. Иду дальше и еще где еще я могу какие-то кадрики растянуть, а может быть даже какие-нибудь удалить. Нажимаю на кадр и снова выбираю паузу подольше 10 кадров. И вот здесь вот проверяю, все сделано отлично. Что ж, мне кажется, что фильм получился более-менее симпатичным. Но, конечно же, хочется добавить туда звук. И здесь есть функция, которая позволяет достаточно быстро и оперативно добавлять самые разные звуки. Встаю на первый кадр и в левом углу нажимаю на микрофончик. Здесь есть кнопка запись. И таким образом, когда я на нее нажму, телефон будет фиксировать мой голос и сразу же вставлять его в проект моего мультфильма. Эта история произошла со мной в школе. Я увидела, как ребята обижают мою подругу. И мне показалось, что я супергерой и что сейчас я всех спасу. Но оказалось то, что я подходила ребятам лучше для объекта обиды, чем моя подружка. И я почувствовала себя супер одиноко, супер плохо. Я чувствовала себя разбитой. Хорошо, что сейчас я могу себя поддержать. И мой голос теперь стал частью моего фильма. Для того, чтобы сделать уже мой мультфильм по-настоящему готовым, мне нужно его из этой программы вытащить каким-то образом и превратить в отдельный файлик. В левом верхнем углу есть кнопочка. Я попадаю в менюшку, где все мои съемочные проекты. В правом верхнем углу набираю «Выберите». Выбираю нужный мне проект. И в левом верхнем углу набираю квадратик со стрелочкой. И он мне предлагает разные варианты. Например, экспортировать фильм. Это то, что мне надо. Я проматываю вниз и выбираю «Сохранить видео». Какое-то время телефону нужно, чтобы превратить картинки в видеофайлик. Дайте телефону это время. Вот он уже отсчитал. И после этого вы найдете ваш файл в галерее вашего смартфона. Таким образом, он станет совершенно отдельным и самостоятельным проектом, который будет дальше жить и радовать зрителей. Эта история произошла со мной в школе. Я увидела, как ребята обижают мою подругу. И мне показалось, что я супергерой. И что сейчас я всех спасу. Но оказалось, что я подходила ребятам лучше для объекта обиды, чем моя подружка. И я почувствовала себя суперодиноко, суперплохо. Я чувствовала себя разбитой. Хорошо, что сейчас я могу себя поддержать. Друзья, домашнее задание. В программе Stop Motion Studio или кукольная мультипликация, а может быть, в каких-то других программах, которыми вы владеете, смонтировать ваш ролик, расставить паузы, добавить акценты, а может быть, убрать что-то лишнее, вставить туда звуки, какую-то музыку. Только мой совет, не берите какую-нибудь очень популярную музыку. Не нужно, потому что ее заблокируют соцсети, и она уведет внимание от вашего восприятия мультфильма. И прислать нам этот ролик. Спасибо вам огромное, что вы были с нами все эти шесть уроков и не побоялись с нами отправиться в такое непредсказуемое анимационное путешествие. Что вы работали, что вы слушали, что вы учились, что вы просто впитали эту информацию. Я надеюсь, этот курс будет полезен и шлю вам огромный анимационный привет.